Здравствуйте, Сергей Владимирович! Сегодня стартовал очередной по счету седьмой уже Шадринский инвестиционный форум. Расскажите, пожалуйста, кто его основные участники и каковы цели преследуют это мероприятие? Прежде всего, здравствуйте! Хотелось бы вас поприветствовать на гостеприимной Курганской земле. Основная задача форума была сформулирована в послании, инвестиционном послании губернатора Курганской области Алексея Геннадьевича Кокорина. Это опора на внутреннего инвестора, это качественный инвестор, который приходит из-за пределов региона. Поэтому при подготовке форума мы постарались эти цели реализовать. Несколько площадок было у нас организовано, где мы рассмотрели лучшие муниципальные практики по различным вопросам. Аграрного производства, промышленного производства, развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы, безусловно, в рамках текущей работы получили возможность оценить работу как органов местного самоуправления, так и органов региональной и федеральной власти по улучшению инвестиционного климата. Ну а обобщив это все, на Шадринском инвестиционном форуме мы как раз и обсудили, и обсуждаем эти вопросы, мешающие работать инвестором, как внутренним, так и внешним, дестимулирующие экономическое развитие проблемы. И вот эти болевые точки, которые для нас уже максимально очевидны, мы разрабатываем мероприятия и реализуем их вместе с заинтересованными органами власти, с заинтересованными организациями инфраструктуры, поддержки бизнеса, чтобы жизнь в Курганской области, инвестиционная жизнь в Курганской области была более активной и более благоприятной. Скажите, пожалуйста, о каких болевых точках идет речь? Ну, болевые точки, я думаю, не только для Курганской области, для всей страны. Это, безусловно, количество и качество административных процедур. Они должны быть гораздо более совершенными, чем сейчас. Для этого делается многое, но пока недостаточно. Бизнес это оценивает, оценивает по-своему. Если кто-то считает, что в каком-либо процессе властном уже все совершенно понятно, то я могу сказать, что совершенство никогда не может быть конечным. То есть совершенствоваться надо бесконечно, в том числе в тех административных процедурах, которые мы уже вроде как считаем достаточно успешно выстроенными. Это одна из тех болевых точек. Безусловно, инвестиционный потенциал Курганской области, мы не можем говорить об инвестиционном потенциале, не упомянув и финансовые риски, поскольку Курганская область – это не самый богатый регион. Но, тем не менее, с учетом пожеланий инвесторов, с учетом тех возможностей, которые есть у регионального бюджета, у нас достаточно большой набор налоговых льгот, налоговых преференций. Это тоже возможность инвесторов их использовать по своему выбору. Сейчас ведется активная работа по устранению, скажем так, по снижению этого негативного фактора по высоким тарифам на электрическую энергию. Это тоже для Курганской области специфика, поскольку в Уральском федеральном округе это самые высокие тарифы на электричество. Это никак не способствует улучшению инвестиционного климата. Это, безусловно, деятельность органов местного самоуправления, причем не глав муниципальных образований, а тех команд, которые они сформировали по каждому из направлений. Это тоже работа, требующая совершенствования достаточно серьезного, поскольку муниципалитет муниципалитету рознь. И если даже вроде бы как в равных экономических и социальных условиях находятся, то от действий органов местного самоуправления прежде всего зависит качество работы того или иного инвестора на этой территории. Сергей Владимирович, Заураль – это сельскохозяйственный край. Расскажите, пожалуйста, какую поддержку сегодня получают зауральские фермеры как на региональном, так и на федеральном уровне? Ну, если говорить исключительно про фермеров, то, безусловно, самой, наверное, популярной мерой поддержки являются гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермерам. Но я бы, наверное, начал с того, что мы в текущем году, несмотря на то, что общий объем финансирования по программе развития сельского хозяйства в Российской Федерации достаточно серьезно был секвестирован из-за экономических трудностей, количество федеральных средств, которое зашло на территорию Курганской области, в этом случае не изменилось. То есть это один из, наверное, таких особенных фактов, которые влияют на специфику работы наших аграриев, поскольку программные мероприятия, которые мы реализуем, у нас более 20 видов господдержки по каждому из направлений. Суммарно это практически миллиард 100 рублей, которые мы доводим до сельхоз-тавропроизводителя в течение года. То есть это, наверное, одна из немногих программ не только в Курганской области, но вообще в Российской Федерации, которая фактически напрямую влияет на результативность работы агрария. Поскольку та же несвязанная поддержка, или погектарная, как ее называют, которая доводится до всех аграрьев, которые провели посевную, исходя из количества гектар, которые мы посеяли, в этом году мы беспрецедентно рано довели, то есть в марте, это фактически за месяц до начала посевной, что позволило сельхоз-тавропроизводителям более эффективно использовать финансовую помощь государства в подготовке к весеннеполевым работам. Если говорить про специализированные виды поддержки по животноводству, то вот я уже назвал гранты начинающим фермерам и семейные животноводческие фермы, мы, исходя из приоритетов наших, мы сориентировали эти гранты исключительно в отрасли животноводства, потому что растеневодство за счет несвязанной поддержки, за счет субсидирования процентных ставок по краткосрочным и по инвестиционным кредитам, оно достаточно полным рублем обеспечено, а животноводство – это более сложный вид ведения сельского хозяйства, значит, сфера, и поэтому вот гранты у нас только на животноводство. Очень популярная мера поддержки, фермеры очень активно идут, активно идут как начинающие, так и семейные фермы, причем размеры гранта у нас достаточно серьезные, в этом году у нас грантополучатель, один из грантополучателей, который представил лучший проект с хорошим бизнес-планом, получил 15 миллионов рублей, это очень неплохой, скажем так, для семейной фермы задел, поскольку по условиям конкурса у нас еще идет софинансирование, то есть, собственно, самого фермера, и вот суммарный проект, который он затевает, это порядка 25 миллионов рублей, а для фермера это уже очень серьезно, это хорошая товарная ферма получается. Ну, еще раз повторюсь, у нас для фермеров все виды поддержки, которые открыты для сельхозтоваропроизводителей, они же открыты для фермеров, это и субсидирование одного килограмма реализованного молока, это субсидирование затрат по содержанию и покупке племенного скота и так далее, и так далее. Какие возможности есть у сельхозпроизводителей за Уралия по обновлению технического парка? Закупают ли они новые комбайны, трактора? На самом деле, основная задача наша, с которой мы работаем уже не первый год, техническая оснащенность как сферы растеневозства, так и животновозства достаточно болезненная, невысокая, скажем так. Поэтому, вот недавно на той площадке, которая была проведена по аграрной тематике в преддверии Шадринского инвестиционного форума, как раз обсуждался вопрос модернизации инвестиций в модернизацию агропромышленного комплекса. Представлены были лучшие образцы современной техники, как в растеневозстве, так и в животноводстве. Мы говорили о тех мерах поддержки, которые способствуют технологическому обновлению. Их достаточно много, и государством предложено. Они, на мой взгляд, очень эффективны, курганские сельхознавропроизводители. Из года в год всю квоту, которую нам выбирают, мы достаточно хорошо прирастаем по новой технике. Особенно радует, что мы прирастаем по энергонасыщенной технике, которая позволяет те же операции, которые мы раньше выполняли, звеном тракторов, выполнять одним трактором, а пассивным комплексом или одним зерноуборочным комбайном. То есть техника совершенствуется, радует, что отечественное производство сейчас уже дотягивается до импортных аналогов по отдельным направлениям. Поэтому этот вопрос, безусловно, очень важный. И мы в нашей программе фактически по всем направлениям, что касается инвестиций в собственное развитие, у нас есть мероприятие поддержки. То есть субсидирование прямых понесенных затрат по зерносушильным комплексам. Постановление 14.32, которое реализуется на территории всей страны, предоставляет аграриям скидку в 25% на технику отечественного производства. В дополнение к этому мы, как регион, заключили два соглашения с производителями напрямую. То есть это комбайновый завод «Ростельмаш». Вот на том форуме, о котором я уже говорил, по агротехническим форумам, мы подписали с Кузимбетевским заводом, по тракторам, скидка от 5 до 7% конкретно сельхозтоваропроизведителям, купившим технику этих производителей. То есть, безусловно, это субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. Нас очень радуют те инициативы, которые сейчас обсуждаются в Минсельхозе, о субсидированных кредитах в 5%. То есть мы не будем субсидировать процентную ставку. Изначально процентная ставка будет 5%, а господдержка пойдет напрямую в финансовые учреждения. Тогда наш сельхозтоваропроизведитель фактически снизит расходы на обслуживание в разы. Сейчас процентная ставка достаточно высокая, мы считаем, для инвестиционных кредитов. Поэтому, в целом, все, что касается поддержки технологической и технической модернизации, для нас это принципиально важно, и будем эту работу продолжать. Как сегодня в Курганской области обстоят дела с продовольственной безопасностью? Какими продуктами регион обеспечивает себя в полной мере? Может быть, есть какие-то излишки, которые вы готовы продать соседям? Если брать сухие цифры статистики, то мы обеспечиваем себя полностью продуктами растениевоства. Прежде всего, это зерно, картофель, овощи, плодовочная продукция. Что касается продукции животноводства, то здесь, безусловно, резервы еще есть. Мы не обеспечиваем себя полностью по мясу. Мы чуть-чуть не обеспечиваем себя до 100% по молоку. Мы фактически на треть себя только обеспечиваем по рыбе. Хотя вот именно в этих направлениях в Курганской области есть как раз серьезный потенциал. Если начать с рыбы, то 2800 озер на территории Курганской области. Всего, если порядка 700 соленых мы уберем, где рыба не живет, то вот 2000 озер, которые пригодны для ввода в оборот. И при этом уникальность этих озер заключается в том, что кормовая база позволяет фактически не кормить рыбу. Она на естественной кормовой базе вырастает. У нас предприниматели в прошлом году, которые занимаются товарным рыбоводством, приросли практически на 25% по валовому производству рыбы. И я уверен, что мы в ближайшие годы фактически можем утроить производство рыбы, что позволит нам как раз выйти на 100% обеспеченность. Что касается продуктов растеневодства, то здесь, я думаю, что Курганская область – это единственный регион в Уральском федеральном округе, который профицитный по зерну, поскольку мы в неблагоприятные даже годы можем предложить рынку до 500 тысяч тонн зерна. В прошлом году, когда валовый сбор у нас составил 1,620 млн в бункерном весе, с учетом количества зерна, которое нам нужно для собственного потребления, то есть это порядка 800 тысяч тонн, то есть мы рынку предложили 800 тысяч тонн. Радует, что государство возобновило активные закупочные интервенции по этому продукту, и в прошлом году мы 155 тысяч тонн засыпали в интервенционный фонд. Радует, что цена на зерно, которая сейчас сложилась, исходя из санкционных мер, исходя из контрсанкционных мероприятий правительства Российской Федерации, сейчас позволяет сельхозтоваропроводителям реально зарабатывать на зерне, причем очень неплохие суммы, и рассчитываться с высокой кредитной нагрузкой, покупать новую технику. Мы серьезно работаем над изменением структуры северного оборота, это переход от монокультуры, которая у нас еще недавно так была, 70% пшеницы, сейчас у нас очень активно засевают техническими культурами, масличными культурами, очень радует увеличение, фактически в половину мы приросли по площадям под льном, лен это такая высокотехнологичная культура, очень с высокой добавленной стоимостью, где можно им давить масло и производить из, скажем так, растительных остатков тресту, различного рода продукцию, востребованную рынком. Поэтому все, что касается продукции растеневодства, мы обеспечены в полном объеме. По картофелю, по луку, по капусте, по моркови, у нас есть крупнейшее предприятие, которое на сегодняшний момент, по-моему, в 70 регионов поставляет свою плодовочную продукцию, это зала картофель, и поэтому вот в растеневодстве у нас все более-менее хорошо. С точки зрения того, что у нас происходит в животноводстве, нам задача понятна, мы активно занимаемся, чтобы обеспеченность продукции и животноводства у нас была более полной. Какую импортную продукцию вы сегодня уже можете потеснить с прилавков? Ну, если про аграрную продукцию мы говорим, то на самом деле у нас вся продукция, которая производится, фактически продукция, которая направлена на решение задач по импортозамещению, поскольку еще не так давно, фактически 10 лет назад, у нас была основная идея, зачем нам производить свою сельхозпродукцию, черная дыра, зачем финансировать сельское хозяйство. У нас есть большое количество нефтедолларов, мы абсолютно спокойно можем закупить это все на Западе, стимулируя тем самым внешнюю торговлю. Но очень радует, что вот этот перелом, наверное, мышления в государстве произошел и в отношении к аграрному сектору, поэтому вся продукция, которая сейчас производится, не только в Курганской области, но и в соседних регионах, в России, это фактически импортозамещение, поскольку до последнего момента у нас там 80% говядины завозилось из-за рубежа, да, там практически половина свинины, которую мы привозили. Я уж не говорю про набившие оскомину и пресловутые ножки буша, которые нас кормили достаточно продолжительное время, да. Вот очень радуют, допустим, коллеги из Челябинской области, очень серьезно продвинулись в пятицеводстве, в седоводстве, да, нельзя не порадоваться за коллег. А по качеству продукции мы не проигрываем? Да, Екатеринбург очень хорошо работает с пятицеменью по молоку и по мясному скоту, поэтому нам есть с кого брать пример, есть у кого учиться. Они у нас где-то учатся, может быть, в растениеводстве, мы у них учатся в животноводстве. В целом, так скажем, работая, сообщая, Уральским федеральным округом, мы фактически можем себя причислить к тем регионам, которые уже выполняют задачу по импортозамещению. Ну а для того, чтобы были полно осознать это, в текущем году в Кургане проходит выставка, седьмая агропромышленная выставка Уральского федерального округа, она в этом году будет проходить под таком достаточно амбициозным названием «Экопродукты Урал». Поэтому все регионы предстоят свои экологически безопасные продукты питания, то есть лучшие образцы, поэтому всех, кто хочет попробовать те продукты, которые мы считаем импортозамещающими, мы всех приглашаем. 3-4 сентября в город Курган на седьмую агропромышленную выставку Уральского федерального округа. Есть ли уже какие-то прогнозы на будущий урожай? Станет ли он лучше или наоборот хуже по сравнению с предыдущими годами? Да, на самом деле все равно прогнозы, как говорил Константин Иванович Бесков, он, конечно, футболист, но прогнозы – дело неблагоприятное или неблагодарное. На самом деле мы, безусловно, считаем, сколько мы можем в этом году получить. Нам в этом году достаточно неплохая погода при проведении посевной, сейчас неплохие осадки именно в те сроки вегетативные, сроки, которые необходимы. В принципе, мы рассчитываем по нашим планам, это 1,7 млн в зачетном весе, то есть это порядка 1,9 млн в бункерном весе, около 2 млн тонн зерна. Это неплохой для Курганской области урожай, я уже озвучивал цифры нашего внутреннего потребления, то есть 800 тысяч тонн фуражного и продовольственного зерна. Поэтому регионам, которые нуждаются, в частности наши коллеги по животноводству, тот же Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, мы можем предложить 1,2 млн. зерна. Я думаю, что в конце сентября мы это уже сможем сделать. Неплохие у нас прошли контакты на уровне руководства с объединенной зерновой компанией, которая тоже, зная о наших прогнозах на урожай, заинтересовалась Курганской области. Сейчас мы ведем работу с Минсельхозом, с ОЗК, о расширении государственного присутствия на зерновом рынке Курганской области, об увеличении объемов закупок я уже озвучил. 150 тысяч тонн в прошлом году мы хотим, в этом году хотим реализовать государству 300 тысяч тонн высококачественного продовольственного зерна, ну и фуражного, безусловно. Ну и, наверное, присутствие государственного регулятора, это прежде всего возможность выстроить цивилизованный зерновой рынок, который, к сожалению, пока еще зависит от серых и черных схем, то есть от наличного оборота и не всегда контролируемого государством. Поэтому тоже от урожая будет очень много зависеть. И возвращаясь к инвестиционному форуму, расскажите, пожалуйста, планируется ли сегодня заключение каких-либо важных соглашений? Известно, что в предыдущие годы такой опыт был. Как раз сейчас в этот момент происходит подписание соглашений. Это у нас, по-моему, 7 соглашений будет подписано. Из них, наверное, самыми такими глобальными. Это с корпорацией Атомред Медзолото по созданию и развитию индустриального парка на территории Далматовского района по производству редкоземельных металлов, в частности, Скандия. Но не секрет, что у нас там есть урановая добыча. И сопутствующие вот этой урановой добычей редкоземельные металлы мы уже фактически научились выделять теоретически и практически, поэтому хотим это реализовать. У нас очень неплохие соглашения будут подписаны между Сельхозакадемией и Сельхозтоваропроизводителями. По-моему, три соглашения. Это те предприятия, которые являются базовыми для Сельхозакадемии, которые делают уже заказы на кадры, которые организуют прохождение практики на своих предприятиях и ведут совместную экономическую деятельность с Государственной сельскохозяйственной академией, то есть зарабатывая и себе, и Сельхозакадемии. Это тоже такой опора на внутреннего инвестора. Я уже начинал говорить, и в начале нашей беседы сказал, что в инвестиционном послании Алексей Геннадьевич Кокорин определил основную задачу опоры на внутреннего инвестора. Вот в реализации этого направления мы, значит, и движемся. У нас соглашение будет с Фондом промышленности. Это тоже по сотрудничеству, по поддержке наших промышленных предприятий. Это неплохое начало у нас общества с ограниченной ответственностью, Вилфарм, которое первой ласточкой для Курганской области стало. Из Фонда поддержки промышленности было получено 500 миллионов рублей, субсидированных кредитов, то есть неплохие. Сейчас у нас на выходе второй проект у «Пульсатор», который там литейное производство для арматуростроения, то есть тоже неплохие перспективы имеет по получению такого субсидированного кредита. Ну и в целом, еще раз говорю, те соглашения, которые будут подписаны на форуме, это уже отработанные предметные, которые фактически, я думаю, что с первого же дня начнут приносить свои результаты. Большое спасибо, Сергей Владимирович, что нашли время для того, чтобы побеседовать с нами. До свидания. Спасибо вам. Субтитры подогнали Симон.